Центр наука жизни начал свою работу с января текущего года. Миссия Центра – это развитие фундаментальных знаний, а также получение новых знаний о природе живых существ и применение полученных новых знаний для улучшения состояния здоровья и долголетия населения Республики Казахстан. Если вкратце говорить о миссии Центра, была утверждена за это время стратегия развития Центра, были утверждены научные приоритеты, были утверждены стратегические партнеры. Нашими стратегическими партнерами утверждены ведущие в соответствии с поручением президента, это ведущие университеты мира, это прежде всего Дюк-университет, он очень хорошо известный, Питтсбург-университет. И вот с этими стратегическими партнерами мы уже начали свою работу. Параллельно у нас ведется работа и с другими ведущими, лидерами биомедицинских исследований, скажем, Нью-Касл-университет, это раковый центр в Токио, это Хиросимский, Киотский университет и другие. То есть мы тоже с ними проводим совместную работу. Значит, определены не только стратегические партнеры, но и наши проекты. Значит, финансирование проекта осуществляется сейчас за счет 0,55 программы, это Министерство науки и образования. Значит, у нас в общей сложности выполняется, значит, пять проектов по этой программе. Помимо этого мы участвуем также в грантовом финансировании, то есть подали на гранты, и плюс программа целевое финансирование. Параллельно сейчас мы прорабатываем вопросы, значит, подачи на международные гранты. Сейчас обсуждали вопрос с Национальным институтом здоровья Соединенных Штатов Америки, с ДЮК-университетом о совместных грантах с нашими зарубежными партнерами. Что касается, значит, в целом деятельности, это прежде всего наших научных направлений, это прежде всего геномика персонализированной медицины, это новые направления, это регионативная медицина, но вот наш партнер МакГаун Институт регионативной медицины, он является мировым лидером вместе с университетом Вейх Фореста, вот именно по регионативной медицине, поэтому мы совместно с ними разрабатываем эти партнеры. Ну и, конечно же, поскольку мы являемся центром наука жизни Казахстана, мы участвуем в разработке тех вызовов здравоохранения, которые существуют в Казахстане. Это, прежде всего, сердечно-сосудистые заболевания, поскольку летальность высокая, это охрана материнства и детства, это травмы, значит, и ряд других заболеваний. Вот что касается охраны материнства и детства, всем известно, значит, роль, значит, от задержки развития плода. Сейчас эта проблема нами разрабатывается совместно с партнером, это, значит, университет Лютера, значит, из Германии, один из мировых лидеров. Мы внесли свои технические разработки, сейчас они являются предметом патентования. Я думаю, в ближайшее время, значит, Назарбаев университет будет обладателем международного патента, это занимает, конечно, время, скорее всего, это будет где-то в следующем году, но, по крайней мере, положительные решения у нас уже есть. То есть это вот такой первый опыт, когда наш университет, наш центр участвует в разработке международного патента. И мы уверены, что разработанный метод лечения, это порт-система с использованием нашего катетера, значительно улучшит выживаемость таких, значит, при внутриутобной задержке развития плода. Следующая проблема, весьма актуальна для Казахстана, это проблемы туберкулеза, особенно так называемых мультирезистентных форм туберкулеза, то есть тех форм, которые устойчивы, значит, к антибиотикам, трудно поддаются лечению. Эта проблема с каждым годом у нас нарастает, поэтому наш центр тоже подключился совместно с Колумбийским университетом и совместно с Национальным институтом здоровья, поскольку они на сегодняшний день обладают очень большим опытом, очень большими наработками. Совсем недавно у нас состояла встреча с представителями Национального института здоровья, то есть этот проект у нас уже находится в работе. Значит, теперь создание искусственно легкой дыхательной недостаточности является одной из причин летальных исходов, новорожденных, и совместно с Университетом Питтсбурга, это МакГаун, Институт регенеративной медицины, мы разрабатываем так называемое искусственное легкое. То есть этот проект тоже у нас сейчас находится в работе. И, конечно же, это геномная или персонализированная медицина, то есть если на сегодняшний день практическое здравоохранение занимается диагностикой, лечением больных, то сейчас ставится вопрос, чтобы на основании изучения генома человека, заранее предсказывать о возможных патологических состояниях, которые могут возникнуть, и заранее воздействовать, то есть предупреждать о развитии. То есть вот это называется персонализированная медицина. И, скажем, если сегодня 10 человек приходят на прием к врачу, и они получают одинаковую дозу, одинаковое лечение в соответствии с протоколом, и надо сказать, что у одного больного это вызывает какое-то осложнение, у другого он не дает никакого эффекта. Здесь, когда мы говорим о персонализированной медицине, вот на основании уже изучения данных, генетических данных человека, мы будем подбирать, соответственно, лекарственные препараты, которые будут именно эффективны для данного человека. То есть индивидуальный подбор и дозы, и препарата, и это, конечно же, позволит значительно улучшить результаты лечения. Ну и другое весьма важное направление – это качественное долголетие. Сейчас ставится вопрос, и этим занимаются многие ведущие университеты мира, я имею в виду исследовательские центры, чтобы именно улучшить качество состояния людей пожилого и старческого возраста. То есть есть определенные так называемые геронтотехнологии, геронтоинжиниринг. Вот эти методики в настоящий момент осваиваются, внедряются в нашем центре. И, значит, сейчас мы запускаем проект со следующего года, большой проект. Уже сделаны определенные наработки. Я думаю, это позволит нам значительно улучшить именно качество жизни людей пожилого и старческого возраста. Дело в том, что это огромный капитал, это люди с большим опытом, и, конечно, из-за состояния своего здоровья они не всегда могут делиться этим опытом. И наша задача – эффективно использовать этих людей для развития нашей страны, для развития нашей экономики. Параллельно мы готовим кадры. На сегодняшний день, значит, за рубежом до конца года, значит, должны пройти уже 13 человек. Сейчас 7 человек обучаются у нас в университете Питтсбурга. Значит, час-двое едут в университет Дюка. Перед нами стоит очень большая задача именно по подготовке ученых с ученой степенью, которые бы обладали опытом, потому что развитие науки, она опирается прежде всего на умы, на способности тех ученых, которыми вы располагаете. Понятно, что на первых порах мы занимаемся трансфертом технологии, то есть привлекаем зарубежные разработки. Понятно, что на первых порах мы приглашаем, значит, партнеров наших, для того, чтобы они участвовали совместно. Приглашаем, они проводят здесь мастер-классы на месте, обучают. В стратегическом плане мы готовим собственные кадры, поскольку именно собственные кадры будут развивать биомедицинские исследования в Республике Казахстан. И это отражено в той стратегии до 2020 года, которая утверждена в нашем Центре наука жизни. Значит, кроме этого, мы сейчас создали так называемый экспертный совет международный. Туда мы пригласили лидеров мировой науки. Мы хотим, чтобы лидеры мировой науки поделились своим опытом, то есть и в отношении организации, организационной структуры нашего Центра, и в отношении приоритетов развития медицинской науки, и в отношении источников финансирования и подготовки кадров. Я должен сказать, что действительно, ну, это лидеры мировой науки, это Национальный институт здоровья, представители Питтбург-университета, Йок-университета, из Японии Киотский университет, Токийский университет. И, конечно, собрать воедино таких светил очень сложно, но нам удалось это сделать. Я думаю, что это даст свои плоды в ближайшее время.